Эти фото сделаны почти три года назад. Летом 2019-го, как гром среди ясного неба, в одну из барнаульских семей нагрянула беда. У 14-летнего Матвея врачи определили рак. Парня положили в больницу, а его мама в буквальном смысле пыталась заново обрести себя. Неадекватно себя вела, просто неадекватно, потому что в голове не укладываются такие слова, не воспринимается эта ситуация. И вообще осознание того, что произошло, пришло где-то на третьи сутки, наверное, только. Шок, растерянность, паника. Такую реакцию, говорят психологи, переживают абсолютно все, кто впервые столкнулся с онкологией. Но чем быстрее придет принятие сложной ситуации, тем выше шансы выйти из нее победителем. У Матвея и ее мамы это, можно сказать, получилось. Сегодня парень в стойкой ремиссии, то есть болезнь отступила. Просто заболевание, сложное, переносимое. Вынес для себя урок определенный и продолжил жить, но уже изменив свою жизнь. Определенный урок – это долгие месяцы лечения в стационаре, вера в лучшее, даже когда невыносимо плохо. Парень перенес клиническую смерть и абсолютно иное отношение к самой болезни и жизни. Как прийти к такому осознанию эта семья и другие, где дети болеют раком, готовы делиться со всеми нуждающимися, а их, к сожалению, не становится меньше. Я, конечно, нас здесь очень сильно удивилась, что очень много, очень много больных детей ликозом. Потому что одну году поступали с нам, поступило очень много детей. И как бы они поступают и поступают и поступают. Как бы, что прям, не знаю, как простуда это уже. Дочка Марины, Есения, заболела полгода назад. С тех пор отделение онкогематологии стало для нее вторым домом. В первом остались муж и двое сыновей. Трудно всем, но никто не отчаивается. Несмотря на сложный путь, лечение продлится не меньше двух лет, прогнозы хорошие. Какой цвет это? Это? Какой цвет? Синий. Синий, правильно. А это какой цвет? Этот? Зеленый. Зеленый. По словам детских онкологов, сегодня уже в 80% случаев рак победить удается. Да, по-прежнему исход во многом зависит от стадии заболевания и вида опухоли. Особо агрессивные образования разрушению поддаются сложно. Хотя и здесь есть определенный прогресс. Живот болит? Давай смотреть. Давай, давай, допустим. Синий, пойдем? И пойдешь, выбираем. В целом же методики лечения по европейским медицинским протоколам высокоэффективны, говорят специалисты. Но в их основе все те же труднопереносимые химия и лучевая терапия. Снижение токсичности этих препаратов сейчас главная задача для ученых-медиков всего мира. Новые протоколы предполагают снижение токсичности. То есть проведение такой терапии, при которой эффективность останется такой же, а токсичность меньше. Последние годы в детской онкологии начали применять инновационную технологию лечения рака. Таргетную или по-другому прицельную терапию. Она считается щадящей, поскольку не разрушает здоровые клетки. Правда, пока подход избирательный. Препараты ставят не всем маленьким пациентам, так как современные лекарства не прошли широких исследований. Провести их среди детей сложнее, чем среди взрослых. Но в любом случае, подчеркивают врачи, для каждого больного разрабатывают свой план лечения. Проводимая терапия, она индивидуальна. И как бы мы ни говорили о средних показателях, а процент – это средние показатели, достоверно никто вообще из врачей в мире не может сказать, как у конкретного ребенка будет протекать лечение и насколько оно будет эффективно. А это значит, что помимо чисто медицинских факторов, стадий заболевания, вида опухоли, огромное значение в ходе лечения имеет эмоциональное состояние ребенка. Встала в больнице? Очень. А может больше? К папе, к кеве, ко всем хочу. У Саши из Хабарского района рецидив. Раковые клетки снова стали разрастаться. Этот процесс нужно подавить, чтобы пройти второй курс химиотерапии и после поехать в Москву для пересадки костного мозга. Пока у нас анализы упали, никак не поднимаются. Все упало. Лейкоциты у нас 0,4, тромбоциты, гемоглобин. Вот ту неделю всю то тромбоциты переливали, то гемоглобин. Комарова в отделении онкогематологии находится уже полгода. Мама мальчика признается, что за это время от нее отвыкла младшая дочь. Сейчас ей 9 месяцев. Марина с трудом сдерживает слезы, но не сомневается в успехе лечения. Ничего. Выкрутимся. Все будет хорошо. И Марина, и родители других юных пациентов безмерно благодарны врачам отделения гематологии за то, что последние лечат не только тело, но и душу. Наставляют, всячески поддерживают. Онкологи, штат которых недавно пополнили три молодых специалиста, говорят, сложную работу выдерживают не все и дело не столько в высокой ответственности, сколько в большой эмоциональной нагрузке. Конечно, ты через себя это все пропускаешь. Всех детей как бы не говорили, что нельзя близко к сердцу воспринимать. Со временем, конечно, это может быть как-то притупляется. То есть ты не так близко воспринимаешь, но каждый ребенок индивидуален к каждому ребенку. То есть ты чувствуешь свои какие-то чувства. И это невозможно просто не чувствовать как-то и не воспринимать. Чувствовать, воспринимать, но не уходить в депрессию. Родителям болеющих детей помогает психолог отделения. Он учит восстанавливать и поддерживать правильное психоэмоциональное состояние, которое, безусловно, передается ребенку. По мнению психолога, столкнувшись с сильным стрессом, важно не думать постоянно о будущем, а учиться жить настоящим. Постараться погрузиться в это настоящее. То есть сейчас предстоит, например, диагностика полная. Например, дальше будет следующий этап, это будет разработана химиотерапия или там какая-то другая, лучевая. То есть этапы лечения. Какие могут быть последствия. То есть все очень четко, примерно хотя бы. Мы же не можем на 100% быть уверены, но мы эти шаги проговариваем. Очень четко и ясно. И стараемся настроить человека на настоящий момент. Важно также не замыкаться и принимать помощь от всех неравнодушных. Постояльцам отделения помогают сотни волонтеров. Активно откликаются многие вузы и школы, некоторые компании. На протяжении многих лет организуют для пациентов онкогематологии. Разные мероприятия дарят подарки. Соку, пиро, пиро. Соку, пачки, соку, пиро. В том, что отзывчивых до чужой беды людей становится больше, не сомневается художник Юлия Губернаторова. Она сама примкнула к числу волонтеров онкоотделения 7 лет назад. Проводила с пациентами занятия по живописи. После выписки многие дети пожелали продолжить обучение уже в студии Юлии. Так появились первые смешанные группы, где вместе со здоровыми занимались выздоравливающие дети, что помогало в социализации последних. Когда началась пандемия, я подала заявку на участие в президентском гарантии и создала онлайн-школу по артреабилитации для детей с онкологией и их родителей. Вот этот проект существовал в течение года на средства президентского гранта у нас на территории Алтайского края. Сегодня проект существует чисто на моей благотворительной основе. Дети пишут картины, их выставляют на продажу, а вырученные деньги идут либо на лечение, либо на подарки для больных раком детей. Я уже очень много картин распродалась, кроме своей картины «Крик». Ребенку нужны средства для того, чтобы быть здоровым. В процессе работы я поняла, что это такие же дети, как все остальные, они также радуются, любят, получают удовольствие. Получать удовольствие от каждого дня – жизненный принцип Матвея. Болезнь, конечно, многое сменило. Парню пришлось перевестись из общеобразовательной школы в центр дистанционного обучения. Мама вместе с педиатром разработали план посещения поликлиники. Но вместе с тем, сегодня и сам Матвей, и его близкие понимают, что в испытаниях можно и нужно находить плюсы. За последние годы парень закончил онлайн-курсы по 3D-моделированию, выучился на фотографа, не забросил и прежний круг интересов, расширил коллекцию моделей авто. Один из самых старых моделей остался, который я сам делал. Регулярные прогулки на свежем воздухе, правильное питание, физические упражнения, конструирование для поддержания моторики рук. Каждое действие, обдуманное, использовать для здоровья. При этом нет места спешке и негативным мыслям. Боль, испытание – это все пересилить. Потом ты уже понимаешь, что ты не я, что ты сильный человек. Оглядываясь сюда, понимаешь, что только вот это важно для тебя, только вот это ценно для тебя, вот это невозможно потеряя вернуть. А все остальное, все изменчиво, все можно изменить. Ни в коем случае не отчаивались. Вообще ни в коем случае не отчаивались, потому что нет безвыходных ситуаций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова